Первая точка, естественно, АЗОВ. У нас два медика. То есть АЗОВ, если захватили, разведка проверяет тогда блокпост третий. Карты розданы, оружие на готове. Командир дает последние указания. Те, кто на учебную войну приехали вместе, через несколько минут пойдут воевать друг против друга. Эта игра объединила бизнесменов и менеджеров, инженеров и рекламщиков. Мужчин и женщин Екатерина работает редактором информационного агентства. Страйкбол играет около трех лет. На любимое хобби денег не жалко. Говорит, если все это продать, то хватит на первый взнос в ипотеку. Страйкбольная винтовка М4А1. Целая куча подсумков медицинские, то есть можно вам не опознать медика. Подсумок под сброс, гранатный, рация. Дополнительные подсумки под магазины, наколенники. Неимоверно полезная вещь. Гамаши объясняются мокрой травой, тоже очень полезная вещь. Организаторы уверяют, нет никаких идеологических соображений. Все участники сами выбирают, за кого воевать. В зависимости от написанного сценария или амуниции, которую они сами приобрели. Здесь, в лесах Железногорска, условно российские бойцы воюют против армии НАТО. Действие происходит в 2017 году на территории Финляндии. На игре имеются игровые задачи. Их три у стороны РФ и четыре у стороны НАТО. По выполнению задач начисляются баллы той или иной стороне. И в конце по бальной системе мы считаем, у кого больше баллов, та сторона побеждает. Главное отличие этой военной игры от других – максимум реальности. Страйкбольное оружие, привод не отличишь от настоящего. Вот только стреляет он пластиковыми шарами. Игровые роли распределены заранее. Роман занял исходную пулеметчика. В такой позе может пролежать от 30 минут до полутора часов, смотря как идет штурм боевой точки. Это в основном прикрытие основных штурмовых команд. То есть занятие каких-то отзотов пулевых точек именно конкретно, чтобы отбить основную группу противника. По колено в грязи промокшие насквозь. Но для них такой отдых лучше любого курорта. Хоть для многих страйкбол игра, но с элементами военно-патриотического воспитания, уверен Андрей Мамзин, участник военных действий в Афганистане. Нет такого жесткого противодействия, как это бывает в реальной боевой установке. Я думаю, что молодым подрастающим юношам это, конечно же, полезно, потому что, конечно же, оно воспитывает в них будущих мужчин. В этой игре впервые используется передвижная техника БТР. Однако здесь вместо передвижной машины используется зеленый москвич. Изначально он принадлежит одной из воюющих сторон. Возле бойницы водителя висит соответствующий флаг. Но в ходе игры БТР могут захватить и противники.